Друзья, если вам не хватает тепла, это весной вас согреет певица Дария. Добрый день, Дария! Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот мы сегодня будем говорить не о прогнозе погоды, как и некоторые из наших зрителей подумали, а о творческом вечере, который будет уже очень-очень скоро. Да, творческий вечер намечается в эту среду, 25 апреля, в кафе Food for You. Ну, необычный такой формат ты выбрала. Обычно как? Певица, значит, будет петь. Ну, а здесь такой вот песенно-поэтический. Да, здесь всё смешалось, и я думаю, что люди, которые придут ко мне в гости, они будут, ну, во-первых, приятно удивлены, а во-вторых, уйдут с этого вечера наполненными, вдохновлёнными, такими очень-очень хорошими. Вообще непривычный и необычный для нас формат ты выбрала. Во-первых, кто вдохновил, ну, а во-вторых, расскажи подробнее, чтобы мы вдохновились и всё-таки пришли. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо Наташе Бертышу, то есть певице Берте, потому что именно она вдохновила меня на такой формат. Я была на похожем мероприятии у неё осенью 2017 года, и как-то я посмотрела со стороны, как это всё происходит. Мне очень понравилось вот это взаимоотношение, вот это тесное общение с людьми, которые вот приходят вот в эту вот кулуарность, да? То есть узким кругом. Да, да. И я подумала, как здорово, как тепло, как близко. Вот это то, чего мне, по крайней мере, не хватает сегодня, когда все мы в большинстве своём общаемся при помощи социальных сетей, понимаешь? Вот захотелось вот потрогать, вот захотелось глаза увидеть. То есть можно будет так подойти? Конечно, можно и нужно будет. Или вот так селфи. И селфи тоже. В общем, я в предвкушении всего самого-самого доброго. Поэтический вечер. Ты будешь читать стихи. Свои стихи, классиков, современных классиков. Это будут стихи классиков. Не будет моих стихов. И стихи классиков, и современников, в том числе и людей, которые придут на этот вечер. И это будет всё перемежаться уже с песнями, музыку которых написала я. Также песни людей, которые, скажем так, может быть, дали мне какую-то путёвку в жизнь, не поверили. Ну, в общем, всё это будет так компактненько, минималистично, но я надеюсь, надеюсь, со вкусом. Ну, а так как мы собираемся действительно узким таким тесным кругом, будет ли возможно зрителям как-то поучаствовать? Ну, вот, допустим, придёт человек, который пишет сам стихи. Можно ли ему будет прочитать со сцены? Ты знаешь, что, скажу так, что работая над сценарным планом этого вечера, я, конечно же, запланировала уже выступление такого человека. Я говорю человека, потому что, возвращаясь к имени моего вдохновителя, Наташа Бертыш, она будет читать свои стихи. То есть это буквально будет 2-3 стихотворения. Почему 2-3, я сейчас объясню. И я ещё буду так ненавязчиво где-то, как вот жемчужинки какие-то, читать стихи гостей. Например, Наталья Новожилова, например, Екатерина Чернушевича, Диана Ибалыка, Леонида Алексеевича Птырского, знаменитого нашего врача. А возвращаясь к запланированному сценарному плану, понимаешь, вечер – это не просто, скажем, такое пожелание, ад либитум. А вот я сейчас захотела такое стихотворение, прочла, захотела вот такую композицию. Записочку передали. Нет, всё повествование, оно и есть повествование, почему я его так называю, потому что оно объединено как бы одной лигой. Это такая попытка докопаться до своей сути и донести свою противоречивую суть, сущность до моих гостей. И поэтому это всё связано музыкой ещё, прежде всего. То есть стихи звучат не в какой-то такой звенящей пустоте, да, а стихи звучат, а под ними музыка ещё, музыка, вот этот музыкальный план. Поэтому всё взаимосвязано, поэтому нет такого, что кто-то раз там вклинился. А можно я? Да, а можно мне выступить? Нет. Нет. А потом, когда вот пройдёт вот эта вот основная часть, вот этот вот весь материал основной, потом это всё будет потом, ну и там на завершении кое-какой сюрпризе. Дарья, как я понимаю, такое мероприятие ты делаешь впервые, поэтому желаю тебе удачи. Держу пальчики, ну и надеюсь, что следующий уже такой концерт пройдёт, ну как минимум, во Дворце Республики. О, боже ты мой, спасибо большое. И, кстати, по случаям я приглашаю тебя, сидишь, приходи, пожалуйста, я думаю, тебе будет приятно и полезно вот эта поэтическая глубина. Спасибо большое, друзья, как говорится, напросилась.